Принцип синхронности – очень важный принцип методики. Почему он важен? Потому что, когда мы начинаем трансформировать собственные установки, мы сталкиваемся с моментом, что мы можем влиять на других людей. Но на самом деле, друзья, суть в том, что по принципу синхронности мы даже без всяких проработок влияем на других людей. Когда вы продаете свой продукт вашим клиентам, вы влияете на них. И когда вы просто прорабатываете деньги, вы, конечно, влияете на других людей. То есть главное понимать, что есть принцип синхронности, и каждый человек – это как частичка единого организма. И на самом деле все наши желания, сознательные и подсознательные, они все синхронны с другими людьми. Например, это очень хорошо понятно на примере человека, который обиделся, и человека, который хотел обидеть. Если вы человек, который обиделся на кого-то, и вы помните про аксиомы 1.1, что все, что есть в моей реальности – это результат моих подсознательных желаний, вы знаете, что у вас есть подсознательное желание создать эту обиду, создать ситуацию, где вы обиделись. И есть человек, который вас обидел, у него точно также есть свои подсознательные причины, своя аксиома 1.1, которая работает в его реальности, только уже на то, чтобы вас обидеть. То есть у него свои важные причины вас обидеть, у вас свои важные причины, чтобы он вас обидел. Принцип синхронности – он синхронизирует эти два желания. И если вы проработали вот эту вот установку вашу, то у другого человека она автоматически синхронизировалась, ему в принципе не нужно это даже прорабатывать. Другой вопрос, что если вы будете, например, вы прорабатываете доход вашего мужа, ваш муж прорабатывает собственный доход, то вы гораздо быстрее придете к этой цели, ну как бы здесь общей. Но важно, когда вы прорабатываете, думать только про свои установки, при этом зная, что у другого человека, конечно, есть свои причины, но они для вас здесь второстепенные, они не столько важны, важно лишь помнить, что они есть и не существуют, и на них может повлиять другой человек, а можете повлиять вы, проработав свои установки. Таким образом, здесь ни в коем случае нельзя бояться влияния на других людей, потому что на самом деле мы влияем на других людей всегда, каждый день нашей жизни. Мы влияем на их мысли, мы влияем на их желания, мы влияем на то, что происходит с ними в жизни, но через собственное подсознание, и именно через собственное подсознание мы можем это трансформировать. И здесь не будет никакого воздействия на волю другого человека, потому что воля или желание всех людей, они синхронны по принципу синхронности. Когда вы получите какие-то свои первые результаты, вы увидите, как реальность синхронизируется с вашими новыми установками, и это уже станет для вас не просто теорией, а практикой вашей жизни вы увидите, как это работает. Но до этого момента вы обязательно должны узнать про принцип синхронности. Наверное, он самый сложный для понимания, но на практике его очень хорошо видно и очень хорошо становится понятно, как он работает.